здравствуйте друзья я тут примастился за грузовичком чтобы на дороге не маячить и зачитаю вопрос который нам задают здравствуйте михаил большой привет светлане как всегда спасибо за яркие вполне конкретные ответы на мои вопросы всегда пожалуйста вот как бы назрел еще один вопрос вернее хотелось бы уточнить у кого же больше шансов на успех вот внимательно у кого же больше шансов на успех и самореализацию человека который упорно работает то бишь трудоголик но без особой искры в глазах или же человек в постоянном поиске совершенства с большим оптимизмом в запасе но видимо так я чувствую что он постоянно ищет у него много оптимизма но он не трудоголик так так я понимаю то есть противопоставляется вот не яркий такой трудоголик такому яркому оптимисту так понимаю что однозначного ответа не будет во всяком случае хотелось бы услышать сравнение реальных историй друзей знакомых ну давайте мы тронемся так потихонечку и поговорим о реальных историях друзей и знакомых сейчас я так пропущу там трафик и пойдем значит я конечно немножко смущен вопросом вот в каком смысле то есть я не понимаю а почему человек который светлый который ищет он постоянно в поиске и он зарядом оптимизма чего он не трудоголик то что же с ним такое то но видимо все-таки если вопрос такой мы будем серьезно рассматривать видимо это все-таки чак достаточно работоспособный и много времени отдающий делу потому что в противном случае никакой поиск совершенства и никакой оптимизм если они не реализованы в известном количестве так трудозатрат они ни во что не превратят теперь когда мы говорим о человеке который любит работать но он как-то без искорки такой есть такой знаете как бы мышечные что ли тип человека который вот ему нравится например там выполнять физическую работу ему удовольствие доставляет там рубить топором грести там на веслах ну может быть там еще что-то и если допустим спортсмен да он чисто любив он гребет на этих веслах и он хочет там медаль получить а если который без всякой медали вот им просто нравится выполнять такую физическую работу но это может быть не обязательно физическое но как бы применительно там другим профессиям там может быть что-то такое более сложно чем топором или лопатой значит вот такой варкоголик здесь таких знаете много кого из азии выходцы вот допустим вьетнамцы китайцы мы когда только приехали вот 25 лет назад я знал несколько наших соотечественников которые хотели устроиться на работу как город сан-франциск там строение деревянные там все время красят дома красят заборы вот они хотели что там по покраске и не брали практически вот наших брали вьетнамцев брали китайцев вот оттуда люди и я когда с ними немножко так начал знакомиться и так разговаривать на эти темы я с интересом вот как бы обнаружил что у вьетнамцев у китайцев если человек допустим не работает ну там часов 15 16 там где то остальные вьетнамцы китайцы его считают бездельником лодырем то есть у них это выражалось именно в физическом таком монотонном труде то есть должно быть много часов физического монотонного труда и вот я думаю что это какой-то тип такой построение такое то есть им нравилось это они они с удовольствием но они еще и социально для себя находили неприемлемым значит работать там скажем 8 часов это это что ж такое это вообще разложение нравственное какой-то и так далее поэтому среди наших я такого не не замечал чтобы вот они там как-то по 12 часов там или по 16 чем копали но есть все-таки очень много людей умственного труда и специфика умственного труда все-таки состоит то что когда ты работаешь над какими-то творческими задачами очень трудно от них отключиться и собственно чего отключаться если это в радость если ты живешь этим поэтому я видел очень много светлых людей светлых в постоянном поиске с инициативой с глазами горящими и абсолютных бракоголиков которые часов никогда не считали и много работали были абсолютно счастливы поэтому что что сказать значит если сравнивать вот у кого больше тому шансов на успех смотря на то что считать успехом безусловно определенный тип успеха более доступен людям скажем которые там вот такие серьезные варкоголики вот а другой тип успеха гораздо больше доступен людям которые например творческие инициативные глаза горят ищут пути совершенствования там и так далее например если вы в продажах работаете такая чего чего толку что вы там будете больше часов то там гораздо больше вот это вот креативность и как бы сказать поиск новых путей там и так далее сейл вот продажа маркетинг там такого плана вещь безусловно вы преуспеете там и собственно задача профессионального выбора для человека состоит в том чтобы вот такой какой он есть чтобы для него нашлось дело по душе и это абсолютно реализуемая задача и чем лучше вы знаете себя и даже не то что вы должны знать себя но вы можете обратиться за помощью к специалистам это же все объективно предрасположенность вот эта вот у нас существует это не субъективно объективно поэтому вам вам могут сказать довольно точно какие виды деятельности какого плана виды деятельности вам подойдут я помню первая книжка которую я читал на эту тему давно много лет назад там был такой пример что вот был дядька врачом и он был просто вот там хирургом был где-то и не хирургом где-то вот он работал в больнице и его достала эта работа ему ну ну влом было абсолютно он уже думал что надо там да как-то переучиваться менять профессию это попал к специалисту этот его как бы диагностировал в этом смысле он и ты понимаешь история ты не выдерживаешь монотонности ты не можешь вести пациента ты должен делать что-то такое пусть в медицине но ты должен делать что-то такое что достаточно разовое и он перешел в рентгенологи он освоил рентгенологию стал рентгенологом и он абсолютно счастлив он человек пришел они там потрепались он улыбались там что такое он забыл о нем и дальше переключился на нового поэтому просто я как пример того что грамотный специалист в этом деле он абсолютно точно может вам сказать в каком направлении надо себя искать или там несколько направлений есть тесты мы несколько раз у нас видео обсуждали тесты которые там помогают человеку себя лучше понять я когда брал тесты меня шла богу за полтинник был даже был там лет наверное там четыре пять назад и я брал тест этот и из пяти профессий там которые там были значит там был психиатр там был педагог там был математик и собственно я в общем то как бы получал все эти профессии своей жизни и и в карте то еще в конце было видеооператор знать как интересные мне же на полагать ты смотри нет как тебя прорвало то это вот так от себя то не уйдешь в тебе это было заложено а я кажется видеооператор там у меня одна из пяти основных моих предрасположенностей профессиональных вот как интересно поэтому конечно знал бы я это может в 20 лет или там в 15 было бы лучше но дело такое вот так что я не стал не стану выбирать кому из них легче а я скажу что одному легче в одном а другому легче в другом или легче в том смысле что он будет там успешнее самореализованнее и счастливее и просто надо быть в своем таком пространстве находиться я добавлю еще один вопрос вот к этому вопросу человек спрашивает он говорит я вот читаю на форумах в блогах там все говорят что в америке надо пахать надо пахать я от себя добавлю что вот есть такой термин что америка это там трудовой лагерь там какой-то не помню там с хорошим питанием но что так усиленным питанием и он что это такое как это понимать говорит человек вот ягод всю жизнь работаю я там работаю по 12 часов день я тут как там он ходит на работу он копает тут он ставит забор он красит свой дом он он постоянно занят он не помнит что у него была особенно минуту чтобы он не работала где так я а что такое в америке пахать это как и я вот так вопрос о трудоголиков там значит что что я хочу сказать он можно сказать уже работает как в америке многие еще не попав в неё но по факту не попадание в неё он соответственно компенсацию получает характерную для той местности где он находится сейчас они не допустим как если бы он был в сша вот вот собственно вся разница то есть есть люди абсолютно во всех странах которые пашут день и ночь и которые даже не понимают это действительно странно правда на там надо пахать а тут что не надо что ли вот но я как человек выросший в большом городе то есть там понимаете как там вода течет из крана там не нужно таскать из колодца или там не нужно качать его там за ручку там этот насос где продукты берутся в магазине соответственно тебе не надо выращивать картошку тебе не надо ее пропалывать тебе не надо ее там хранить куда-то значит в погреб из погреба и даже не только картошка да это и морковка это там все остальное то есть все рядом все близко тебе не надо садиться на электричку или там на поезд и ехать в москву чтобы там купить колбасы вышел в магазин там купил колбасы не вы не выходя из москвы поэтому что происходит люди которые получают доступ к благам цивилизации легкий доступ они привыкают что в общем-то работаешь ты восемь часов так и ну а что дальше а дальше ты вот отдыхаешь развлекаешься занимаешься семьей с детьми читаешь книжки встречаешься с друзьями ходишь там в музей в кино там я на телевизор смотришь конце концов пиво пьешь там с ребятами поэтому блогеров смотришь вы чё у нас за месяц нас люди смотрят один сколько там я боюсь сайты 13 миллионов минут друзья 13 миллионов минут вот время люди проводят ну они же не работают в это время на наверное это может кто-то на работе смотри так вот и человек привыкает что у него есть ну там есть рабочий день многие привыкают что во время рабочего дня тоже совершенно не обязательно перетруждаться и я даже не хочу уходить обратно там советское время там вся вся жизнь и партийная и профсоюзной так сказать просто социальная такая наша происходила в рабочее время но вот сегодня я интервьюровал молодого парня диму который в москве сейчас живет и руководит группой автоматического тестирования и он вспоминал вот как он работал и рос в профессиональном плане он год что там был момент когда он один делал там не помню была группа пять человек он один делал там то ли половина то ли 7 процентов всего что делает группа и его это собственно там не напрягало потому что он думал о том чтобы ему расти но 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 было еще четыре человека которые работали спустя рукава но это правда я очень много вижу историй и от разных людей слышу что и за деньги в общем не не то чтобы человек там рвался там сильно работать когда войти ему платишь но так как бы не хотим поэтому я думаю что вот это вот мулька о том что в америке надо пахать она скорее всего адресованы тем людям которые думали что они приедут в америку а здесь на дороге деньги валяются есть такой старый классический анекдот его разные эмигранты рассказывают про своих вот а пара бы про арабов там русские прорусских там я не знаю бразильцы по бразильцев но смысл то что значит приезжает ну допустим там русский эмигрант и ему говорят что в америке вообще там деньги под ногами валяются просто вот подбираешь деньги земли и все и он выходит в аэропорту там кэнеди идет по переходу и вдруг пятерка лежит валяется бумажная и он потянулся вроде и потом думает да что ее моё первый день должен работать начинать что ли говорит он и не берет пятерку поэтому я думаю что это вот к ним это все направлено адресовано вот к тем людям которые думают что вот как то так само все происходит что можно без английского что можно в общем шаляй валяй что можно и такие люди есть поэтому то что вот конкретно там человек спрашивает а как это вот нужно вкалывать если я всю жизнь вкалывая как же еще больше что это не к вам это не к вам но поверьте если вам такое дело не встречалось и вы не понимаете может быть как это вот такой призыв я вас уверяю что есть люди которые не хотят вкалывать и даже если вы будете деньги платить они может быть соблаговолят присутствовать в это время на работе но чтобы еще вкалывать чтобы им еще было интересно там и чтобы они за дело переживали чтобы они старались там или что-то ну очень 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 много есть людей до которые даже не поймут о чем вот мы собственно с вами сейчас разговаривайте скажет им все обязаны вот они никому ничем и так далее поэтому такие люди есть это адресовано к ним я так понимаю я я не знаю может быть какая-то какое-то другое происхождение у всей этой истории но вот я я понимаю так счастливо